Дорогие собрания, братья и сестры, слава Иисусу Христу! Бог нам помог до этого часа, до этого времени. Мы пели такой псалом, утром, когда встает рассвет, славу тебе пою. Братья и сестры, сегодня не все поют славу живому Богу. Кто-то не имеет познания, кто-то не имеет возможности, кто-то просто не имеет такой, знаете, ну как сказать, жизнь так сложилась, что он не может просто даже открыть уста свои. Это жизнь человека на всей земле. Но сегодня Бог нам помог, Бог нам позволил сегодня петь этот гимн, гимн победы, утром, когда встает рассвет, славу тебе пою, потому что ты, Отец, достоин славы. Братья и сестры, мы сегодня на счастливейшие люди на земле, блажен народ, который знает этот трубный зов. А трубный зов, он говорит сегодня, брат, перед моим некоторые места подметил, придите ко мне все, труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Мы так готовимся к тому, чтобы быть участниками святыни Божьей. Братья и сестры, вы знаете, я сидя на этом месте, так думаю, Господи, кто может нас приготовить? По Твоей великой любви и милости, приготовь, по Твоему прощению. Помоги нам, помилуй нас, благослови нас. Мы сегодня желаем участвовать в этой святой недостойно. Во славу нашему Господу Иисусу Христу. Есть такое место в Писании написано, что Христос говорит, «Когда же я буду вознесен от земли, всех привлеку к себе». Сегодня миллионы людей, миллионы душ спасенных, они имеют это влечение к Иисусу Христу. Они идут к Иисусу Христу. Они говорят, что я хочу за Тобою идти, мой Спаситель, куда бы ты ни вел влечение к нашему Иисусу Христу. Помните, пророк Исаия, он даже сказал в 53 главе 1 стих, что кто поверил слышенному от нас, и кому открылась мышца Господня. Кому сегодня открылась эта мышца, эта слава, эта жизнь, это служение нашего Господа Иисуса Христа. Ибо Он взошел перед Ним как отпрыск и как росток из сухой земли. Библия говорит, не было в Нем ни вида, ни величия. И мы видели Ему, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Действительно, те люди, как по-человечески, Он был обезображен, падше всякого человека, лихий, обезображен, братья и сестры. Он нас сегодня привлек к Себе, всех привлеку к Себе. Действительно, Он был изранен, Он был изъязвлен за грехи наши и мучен за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы истелились, друзья. Сегодня в тот время, сегодня в тот момент, где мы можем подойти к нашему Господу и сказать Ему, Иисус, Ты сказал, что именно в ранах Твоих мы имеем исцеление, поэтому пусть эти раны Твои сегодня, они дадут нам это исцеление для нашего внутреннего человека. Пусть это исцеление, оно придет и в нашу жизнь, братья и сестры, чтобы протягивали руку принятию тела и крови нашего Господа и Иисуса Христа. Библия говорит, что как овца, в Ион был он на заклане, и как Агнец пристрегущим безгласен, так он не отверзал уст своих. Это было смирение нашего Господа и Иисуса Христа. Это был подход исполнения Божьей воли. Иду исполнить волю Твою, Божию. Дорогая Церковь Иисуса Христа, как нам нужно сегодня знать, для чего мы призваны на этой земле. Иду исполнить волю Твою, Божию. Пусть Бог, конечно, поможет каждому из нас, благословит каждого из нас на этом месте. Я знаю, что сегодня по многих церквях именно совершают вот это служение, служение воспоминания смерти и страданий нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому пусть Господь каждую церковь возьмет свой удел, чтобы именно это благословение, это приятное благоухание, оно было в народе Божьем, чтобы люди радовались, что действительно мы имеем этот доступ к этой благодати, получая благословение. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой и будете мне свидетелями. Сегодня мы являемся свидетелями воскресшего, распятого, воскресшего и вновь грядущего нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому пусть на всем месте отступит то, что не угодно нашему Господу. Давайте, друзья, сосредоточим наше внимание именно на том служении, именно на том повиновении, именно на том приближении к нашему Господу Иисусу Христу, где я, там и слуга мой будет. Это так сказал когда-то Иисус Христос. Братья и сестры, мы, поклоняющиеся сегодня, должны поклониться, должны поклоняться живому Богу на всем месте, потому что таких поклонников, Отец ищет в себе таких поклонников, поклонников, Отец уже нашел себе, которые сегодня поклоняются Ему, которые сегодня желают им напоминоваться Ему, которые сегодня им желают участвовать в этой вечере Господней, в этой горнице. Братья и сестры, пусть Бог благословит каждого из нас, пусть Бог до силы каждому из нас. Апостол Павел когда-то говорит, что я от самого Господа принял то, что и вам передал. Пусть сегодня это Слово от самого Господа, оно придет в нашу жизнь, чтобы мы приняли это Слово от самого Господа, братья и сестры. Тогда мы сможем кому-то передать, и оно будет иметь силу в благословении нашего Господа и Иисуса Христа. Я живу, и вы будете жить. Читаю Слово Божие, мы будем молиться, будем призывать нашего Господа, чтобы Он благословил сегодня, чтобы Бог осветил, простил каждого из нас, чтобы Он дал нам силы участвовать достойно в святыне нашего Господа Иисуса Христа. Это все время Иисус Христос, Ивангелие от Иоанна, из 6 главы, 32 стих, ниже такое слово. Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес, ибо хлеб Божий есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали ему, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я есть им хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с местности для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все-то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу Его в последний день». Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал, «Я хлеб, шеющий с небес». И говорили мне, «Иисус ли это Сын Иосифа, которого Отца и Мать мы знаем? Как же, говорит Он, я сошел с небес?» Иисус сказал им в ответ, «Не ропщите между собою, никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня, и я воскрешу Его в последний день». У пророков написано, «И будут научены Богом всякий, слышащий от Отца и научившийся, приходит ко Мне». Это не тот, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога, Он видел Отца. «Истинно, истинно, говорю вам, верующий в Меня иметь жизнь вечную, я хлеб жизни. Отцы ваши, или манну в пустыне, и умерли хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. Я хлеб живый, шедший с небес. Ядущий хлеб этот будет жить вовек, хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдаю за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, «Как Он может дать нам есть плоть Свою?» Иисус же сказал им, «Истинно, истинно, говорю вам, если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить кровь Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день. Ибо плоть Моя истинно есть пища, и кровь Моя истинно есть питье. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в Нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцом, так и ядущий Моя жить будет Мною. Это то есть хлеб, шедший с небес, не так, как отцы ваши, елеману и умерлих. Ядущий хлеб этот жить будет вовек». Братья и сестры, это слова нашего Господа Иисуса Христа. Всякий, приходящий ко Мне, всякий именно участвующий в этой святыне нашего Господа Иисуса Христа, имеет жизнь, жизнь вечную. Поэтому, братья и сестры, друзья, дорогие, пусть Господь сегодня Духом Святым коснется каждого сердца и каждой души. Мы такой поем салом. «Почему же ты плачешь, могучий Христос, или храмы твои не блестят, или разрушен тебе твой лазурный чертог, и страдания тебя тяготят?» И он как бы, автору отвечает, «Нет, я плачу о вас, я лью мои слезы и кров, но я вижу, что вам непонятна любовь, за нее вы распнете меня, о церковь Иисуса Христа». Есть такое и другое стихотворение, «Повсюду, повсюду, от лобного места, повсюду готовится весь, готовится церковь Христова невеста, и вам приглашение есть». Церковь Иисуса Христа, придет время, когда, как Христос сказал, что отныне не буду пить от плода винограда до того времени, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего, и это будет, друзья, это будет тот момент, или эта встреча, или то именно событие, когда миллионы сердец спасенных будут участвовать в этой святыне, где будет сам Иисус Христос посреди церкви, посреди невесты своей будет совершать вот это услужение вместе с своими возлюбленными, друзья. Поэтому стоит сражаться, стоит бороться, друзья, стоит за эту жизнь не отдать, стоит ради того, чтобы быть в присутствии нашего Господа Иисуса Христа. Давайте помолимся пред нашим Богом. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok